Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Дело в том, что моя мама мой начальник и это проблема. Наша работа связана с общением и обслуживанием граждан. Мы сидим на приеме каждый день с утра до вечера и принимаем. Работа непростая. Постоянный поток людей и люди нетерпеливые. Очень часто скандальные. Изначально юридическое образование выбирала мне моя мама с расчетом на то, что я смогу себя прокормить в этой сфере и пойду по ее стопам. Закончив институт, я начала работать с ней, но посидев на приеме работа без прерыва на обед, я поняла, что такая работа не для меня. Очень часто мы даже не можем отлучиться в домскую комнату, потому что приоритет всегда стоит на быстрое обслуживание граждан. Поскольку мама берет на дом всю работу, она работает дома и по вечерям, и ночами. Она не покупает себе ничего, практически никуда не ходит. Она постоянно только работает. Периодически к нам приезжают проверки и штудируют весь архив. Но на работу в архиве у нас не остается времени. Это создает еще больше месяцев и невроз. Меня это просто жутко злит. Так работать невозможно. Нет никакого порядка, работаем в ущерб себе, лишь бы граждане были довольны. Конечно, я благодарен ей за свою жизнь, у меня есть все, но на этой работе я потерял саму себя. Мы с ней начали ругаться. Я говорю, что так работать невозможно. Я чувствую себя в ловушке. Меня преследует чувство вины перед ней, ведь у меня есть все. В машине квартира от бабушки досталось. Между мной и мамой уже нет нет теплых взаимоотношений. Сугубо по работе, если мы встречаемся в ней работе, то общение не теплое, а поверхностное. Она говорит, что мой характер ужасный, что я с каждым годом становлюсь все хуже и хуже. Когда говорю, что такой хаос на работе это не норма. Она закапывает себя в этих бумагах много головы, и на этом все. Мне хочется сказать, что я все ценю, что я благодарен, но я так не могу работать. Мне привели это чувство вины, и если я уйду с работы, то в глазах своих родителей я буду предателем, и меня это только и держит. Иногда хочется отдать и все, и квартиру, и машину, и все-все, лишь бы отцепиться от этой работы и стать свободной. Я прошу совета, как мне поступить, какие найти доводы и как найти силы уйти. С одной стороны, конечно, к вам много сочувствия, вот. Я действительно сожалею, очень сожалею, что вы оказались в таких условиях, я сожалею, что вы оказались в такой ситуации. Это, безусловно, неприятно. Вот. Но есть такой момент. Момент один, но, на мой взгляд, очень важный момент. Этот момент касается того, что вы будете делать на свободе. То есть, ну вот, встанете вы свободны. Что вы будете делать? Знаете, мне видится так, что всю свою жизнь, сознательную, вы были под присмотром своей мамы. Хорошо это или плохо? Сейчас не важно. Вы были под ее присмотром. И, будучи под ее присмотром. И, будучи под ее присмотром. Само собой, что вы привыкли определенным образом существовать. Ну, например, например, вы привыкли к тому, что себе вы не принадлежите. То есть, вы не привыкли и вы не умеете, скорее всего, жить для себя. Ну, нет, у вас такого, скажем, навыка. Ну, вот так вышло. Так вышло, что вы не умеете жить для себя. И, соответственно, вот, что важно здесь сказать, что не умея жить для себя, вы вряд ли научитесь это делать. Ставь свободным. Наоборот, скорее всего, вам станет страшно, если вы станете свободным. Как хотите. То есть, сейчас, на данный момент, я вам охотно верю, что вы очень этого хотите. Но вопрос остается открытым. Что вы будете делать? Для чего, иными словами, вам становиться свободным? Не в том смысле, что вам не надо быть свободным. Нет. Ни в коем случае. Вы, конечно, молодец, что спрашиваетесь, что интересуетесь. Вы большая молодец, что хотите в своей жизни что-то менять. Но речь идет немножко не об этом. Речь идет, скорее, о стимуле. То есть, стимул что-то меняет. Из ниоткуда не появится уйти от своих родителей. Это само собой. Не просто. Более, что у вас вот есть этот элемент, да, элемент того, что вам, как вы говорите, привили чувство вины. Так вот, да, чувство вины вам, может быть, и привили, это правда. Но, а если его не будет? Да? Ну, ну вот, не будет чувства вины. Что вы будете делать? На что вы будете направлять свои ресурсы? Как вы будете использовать свои ресурсы? Знаете ли вы, чего вы хотите? Наверное, нет. И в этой ситуации, избавившись от чувства вины или уйдя с работы, например, вы, скорее всего, захотите вернуться обратно. Потому что будет страшно. Потому что будет непривычно. Потому что будет давить на вас, будет давить. Только вот эта история. История про то, что я должна. История про то, что от меня чего-то ждут. История про то, что я, например, не оправдал надежд и ожиданий своих родителей. И само собой, что такая модель, она будет реализована. Потому что нечем будет это заменить. Потому что нечего будет предложить. Если не это, то, извините, а что ещё? Поэтому я думаю, что вам нужно в первую очередь сейчас концентрироваться не на том, чтобы стать свободным, а на том, чего вы хотите. Ради чего вы, ну вот, хотели бы изменить свою жизнь. Вот. Тогда вот, тогда вам будет легче. Получать энергию для изменений. То есть, если сейчас вам тяжело. Но именно по той простой причине, что заменить, ну, вы себе взамен ничего не даете. То, как раз таки, начав видеть то, чего вы хотите, да, и формулируя, может быть, какие-то свои цели. Какие-то свои задачи. Эм ... прислушиваясь к себе. Ну, нам будет легче и проще встречать те вызовы, которые будут... Ну, ну, который будет бросать вам ваша мама или родители и так далее. Вот. Такая вот история. В целом мне как-то показалось больше, что... Вы боитесь перестать чувствовать благодарность? Вы боитесь перестать быть благодарны? А если, ну, уйдете или, если позволите себе действовать так, как вам хочется? Благодарность и чувство вины – это не одно и то же. Это разно. Благодарность – это про расширение больше, тогда как чувство вины, наоборот, про сжатвя. Собственно, это одна из основных разниц. И я думаю, что можно быть благодарным не испытывать чувство вины, но вы так не умеете. Нужно учиться. Я думаю, что чувство вины – это злость, которую сейчас вы уже чувствуете. Я думаю, что вы привыкли себя обесценивать. Вы привыкли быть не самостоятельной. Вы говорите о том, что ваша мама выбрала для вас работу, чтобы вы смогли себя покормить, прокормить в этой сфере. То есть, вы находитесь в ситуации, когда человек о вас заботится, а вы недоволен. Но только ли заботу вы чувствуете? Только ли вы чувствуете любовь? Или, может быть, вы чувствуете что-то еще, не имеющее отношение к любви и заботе. Здесь нужно быть предельно честным. 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 К себе. Потому что обмануться. Обмануться очень легко. Как и во лжи жить легко, проще. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Чувство вины работает через личные границы. То есть, вам совершенно необязательно ставить перед собой такую, ну, такую цель, как уход. Вот. То есть, совершенно необязательно вам уходить. Вам достаточно просто поработать с личными границами. И вам необходимо рассмотреть, что есть еще в чувстве вины, помимо собственной вины. Это несколько переживаний, которые вы пока что не замечаете. И не замечаете не просто так. Вам страшно. Страшно. Вы боитесь выглядеть предателем в глазах своих родителей тоже не случайно. Вот. Совершенно не случайно. Потому что вам кажется, что вы не справитесь одна. Вам кажется, что одна вы ни на что не способны. Это опять же про обесценивание. В данном случае. Вот. Вот с этим всем и нужно работать. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.